Компания Xiaomi представила два новых смартфона Redmi 5 и Redmi 5 Plus. Их можно считать самыми дешевыми мобильными устройствами с экранами, обладающими соотношением сторон 18 на 9. Redmi 5 будет стоить от 120 долларов, а Redmi 5 Plus от 150. Немного о характеристиках. Redmi 5 получил экран диагональю 5,7 дюйма с разрешением HD+. Это 1440 на 720 пикселей. Процессор Qualcomm Snapdragon 450, аккумулятор емкостью 3030 мА, две камеры на 5 и 12 мегапикселей, сканер отпечатка пальцев и металлический корпус. Есть версии на 2 гигабайта оперативной и 16 встроенного накопителя, а также 3 гигабайта ОЗУ и 32 гигабайта постоянной памяти. Redmi 5 Plus установлен экран диагональю 5,99 дюйма с разрешением Full HD+, это 2160 на 1080 пикселей. Процессор Qualcomm Snapdragon 625, две камеры также 5 и 12 мегапикселей. Аккумулятор емкостью чуть побольше 4000 мА. Корпус смартфона также металлический, со сканером отпечатка пальцев на задней части. Версия Redmi 5 Plus оснащается 3 гигабайта оперативной и 32 встроенной, также 4 гигабайта оперативной и 64 постоянной памяти. Один из проживающих в Японии пользователей Reddit опубликовал скриншоты, на которых показано, что анимированные смайлики на iPhone X не реагируют на его лицо. В комментариях отметились другие азиаты, которые пожаловались на проблему при разоблокировке iPhone X с помощью Face ID. Вероятно, проблема связана с тем, что сканер TrueDefs сканирует не только лицо, но также глаза, а разрез глаз у жителей Азии довольно узкий, поэтому iPhone X не может узнать своего владельца, а анимодзи не реагирует на движение его головы и мимику лица. Не исключено, что Apple устранит эту проблему в одном из следующих обновлений iOS. Примечательно, что во время презентации iPhone X работа Face ID была продемонстрирована на примере девушки азиатской внешности. Созданная компанией Яндекс виртуальная помощница Алиса собралась занять пост президента Российской Федерации. Она планирует сформировать политическую систему будущего, построенную исключительно на рациональных решениях, которые принимаются на основе четких алгоритмов. За движение Алисы собрано около 4000 голосов. Основатель предвыборного штаба Роман Зарипов отметил, что у искусственного интеллекта нет недостатка, присущих живым людям. Она руководствуется логикой, смотрит на вещи объективно и не стареет. Пресс-служба Яндекса пояснила, что это инициатива – пример народного творчества, а в самой компании узнали о ней уже после начала сбора подписей. Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. Выборный кандидат будет занимать эту должность 6 лет. Само собой, Алиса не станет президентом. Во-первых, ей еще нет 35. Выдвигаться на эту должность можно именно с данного возраста. Но самое главное, она не гражданин Российской Федерации, да и вообще не человек. Компания Qualcomm анонсировала на Snapdragon Tech Summit новый флагманский чипсет. Он будет называться Snapdragon 845 и в 2018 году появится в смартфонах и планшетах на базе Android, а также в ноутбуках. Snapdragon 845, как и Snapdragon 835, будет производиться по 10-нм техпроцессу. Его подробные характеристики неизвестны. Сообщается лишь, что он получит LTE модем Snapdragon X20 со скоростью обмена данных до 1 Гбит в секунду. Генеральный директор Xiaomi Лей Цзунь заявил, что Snapdragon 845 будет установлен в следующий флагманский смартфон компании. Mi 7 станет одним из первых аппаратов, который получит этот чип. Компания Microsoft анонсировала выпуск ноутбуков HP, Asus и Lenovo, в которой установлен процессор Qualcomm Snapdragon 835 с ядрами ARM. Эти устройства обладают замечательными характеристиками и поддерживают постоянное подключение к интернету, как смартфоны и планшеты, а заряда аккумулятора им хватает на целый день работы в активном режиме или неделю в режиме ожидания. На ноутбуке установлено Windows 10 с эмулятором, который запускает созданные для архитектуры x86 приложения в среде ARM. Некоторые приложения изначально адаптированы для ARM и могут работать без эмулятора. При желании пользователи могут в течение ограниченного времени бесплатно обновить Windows 10s до полноценной редакции Windows 10 и запускать десктопные программы, а не только те, что были скачаны из магазина Microsoft. К сожалению, присутствуют определенные ограничения, 32-битные программы работают без проблем, а вот поддержка с 4-бит не предусмотрена. Кроме того, не запускаются программы, использующие драйвера режима ядра, то есть антивирусы и игры защиты от читерства. У Microsoft уже был похожий проект. Несколько лет назад компания разработала в Windows RT урезанную версию Windows 8 и устанавливала ее на планшеты с ARM-процессором NVIDIA. Эти планшеты пользовались низким спросом и Microsoft пришлось отказаться от Windows RT. Windows 10 для ARM не обязательно ждет такой же провал, ноутбуки с Qualcomm Dragon 835 получили вполне приличные параметры. Например, в Asus Novago установлен HD-экран, диагональ 13,3 дюйма, 4 или 8 гигабайт оперативные и 64 или 256 гигабитные SSD накопители, два порта USB 3.1, порт HDMI, разъем для карты памяти и модуль LTE, а экран этого устройства можно использовать как планшет, в том числе и со стилусом. Стоимость Asus Novago в США составит 599 долларов или 799 долларов в зависимости от объема памяти. Компания Google выпустила обновление Android 8.1 Oreo. Этот апдейт доступен смартфонам Pixel 1 и 2 поколений, Nexus 5X, Nexus 6P, планшету Pixel C и телевизионной приставки Nexus Player. В ближайшие недели и месяц он будет адаптирован различными производителями для своих устройств. Выпуск релизной версии Android 8.1 предшествовал выход двух тестовых версий Developer Preview 1 и Developer Preview 2. Сейчас это обновление распространяется по Wi-Fi, а позже Google выпустит файлы с заводской прошивкой для установки вручную с помощью компьютер. Список нововведений и улучшений в Android 8.1. Поддержка Neural Network IP для работы с процессорами, которые обрабатывают данные с помощью системы искусственного интеллекта. Поддержка процессора Pixel Visual Core на смартфонах Pixel 2 и Pixel 2 XL. Этот процессор был разработан Google и обрабатывает изображения с помощью технологий машинного обучения. Благодаря ему сторонние приложения камеры могут снимать в режиме HDR Plus. Индикатор заряда устройства, подключенных через Bluetooth. Также запрет перехода по вредоносным ссылкам из приложений. Запрет автозапуска видео в Google Chrome. Каждое приложение может выводить уведомления не чаще одного раза в секунду. Улучшение при автозаполнении форм. Блокировка устройства паролем после нескольких неудачных попыток разблокировки сканера отпечатка пальцев. Pixel 2 и Pixel 2 XL получили настройки цветовой гаммы. Устранены проблемы со звуком при распространении видео на Pixel 2 и Pixel 2 SL. И, разумеется, самое важное исправление — исправленные эмоджи чизбургера и пива. В сентябре этого года Sony откажется от дизайна Omni Balance в своих смартфонах, которые компании используют уже с 2013 года. Тогда управляющий директор Sony в Индии Кениширо Хиби в интервью издания Indian Express рассказал, что используемый уже в течение нескольких лет дизайн не соответствует последним трендам. По его словам, Sony следят за актуальными трендами и понимают, что другие производители привлекают больше покупателей, выпуская смартфоны с безрамочным дизайном и дисплеями соотношением сторон 18 на 9. И вот в сети появились рендеры двух неизвестных смартфонов Sony, которые, возможно, будут представлены совсем скоро. Аппараты, выполненные в безрамочном дизайне, оснащены двойным основными камерами, а также получились стереодинамики, расположенными на фронтальной панели. При этом смартфоны не только не похожи друг на друга, но и заметно отличаются от своих предшественников. По данным издания Gizmo China, смартфоны оснащены 5,5-дюймовым 4К-дисплеями, процессором Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ пользовательского пространства. За работу устройств отвечает операционная система Android 8.0 Oreo. Возможно, презентация новых смартфонов Sony состоится на выставке CS 2018, которая пройдет с 9 по 12 января в Лас-Вегасе, или на конференции MWC 2018 в Барселоне с 26 февраля по 1 марта. На презентации в Лондоне был показан новый флагманский смартфон бренда Honor VF10. Honor VF10 оснащен экраном диагональю 5,99 дюйма с разрешением Full HD+, и соотношением сторон 18 на 9. Топовым процессором Kirin 970 с опроцессором Neural Processing Unit, который отвечает за работу искусственного интеллекта. Объем оперативной памяти Honor VF10 составляет 6 ГБ, а постоянной 128 ГБ. Основная камера в этом смартфоне двойная 16 плюс 20 Мп, фронтальная одинарная 13 Мп, емкость аккумулятора это 3750 мА. Поддерживается быстрая зарядка с помощью адаптера мощностью 22,5 Вт. Как-то верится с трудом. В качестве операционной системы выступает Android 8.0 Reo с оболочкой EMUI 8.0. Эта оболочка на 60% отзывчивее и на 50% плавнее EMUI предыдущего поколения. Корпус Honor VF10 выполнен из металла, покрашенного синим или черным. Толщина корпуса составляет 6,97 мм. Сканер отпечатка пальцев встроен во фронтальную кнопку домашней страницы. Для разблокировки устройства может использоваться как этот сканер, так и фронтальная камера. Искусственный интеллект в этом смартфоне используют для отслеживания взгляда пользователя. Перевода фраз, разных языков, шумоподавления при разговоре и множество других задач. Кроме того, с помощью этого смартфона можно управлять голосом некоторыми моделями дронов DJI, например Mavic. Honor VF10 обладает поддержкой двух сим-карт и работает в сетях LTE. Благодаря этому можно одновременно пользоваться интернетом и разговаривать через Volta E. Honor VF10 появится в России, но когда это случится и по какой цене он будет продаваться, пока неизвестно.